Новости 24 продолжают работу в режиме онлайн. С вами Зухра Алиева. Здравствуйте. Новый пакет поддержки граждан и экономики и постепенное снятие ограничений. Президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к россиянам из-за коронавируса и объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Однако выход из режимов ограничений быстрым не будет, добавил глава государства. Выход из самоизоляции, по его мнению, должен быть поэтапным, осторожным и пошаговым, индивидуальным для каждого региона. Режим ограничений сохранится для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Любые массовые мероприятия по всей стране пока исключены. Решающее слово при снятии ограничений будет, безусловно, за врачами и специалистами. В прямой поддержке государства сейчас нуждается значительно большее число семей с детьми. И созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской финансовой системы страны и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей. В этой связи первое. Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком с 3 375 рублей до 6 751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать. Второе. Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребёнка до трёх лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много и семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введён новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребёнка. В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5 000 рублей. Причём не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по 5 000 рублей на ребёнковый месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет. И, наконец, ещё одна мера поддержки семей с детьми. С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка с трёх лет до наступления 16-летнего возраста. И хочу подчеркнуть, сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки, поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное, справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условия сейчас, может быть, только одно – помощь должны получить все, все, кто в ней нуждается. Повторю, каждая российская семья, в которой растут дети с трёх до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи. Сделать это уже с завтрашнего дня, дистанционно с помощью портала госуслуги или через отделение пенсионного фонда. В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от COVID-19. Об этом сообщается на сайте Минздрава России. Как указано в тексте, на данный момент обсуждается возможность клинических исследований перспективных лекарств в больницах республики. Всё это – препараты, предварительно показывающие эффективность в лечении инфекции. Кроме того, Минздрав России обещает решить вопрос с нехваткой лекарств для больных COVID-19. В республику уже начали поступать необходимые медикаменты. Соответствующие решения были приняты Минздравом России по итогам визита в Дагестан группы экспертов Министерства и Росздравнадзора в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Активисты ОНФ в Дагестане передали врачам Каспийской городской больницы фрукты и овощи. Помощь оказана в рамках работы волонтерского штаба «Мы вместе». Это не первая акция поддержки врачей в рамках работы штаба помощи. Ранее активисты ОНФ передали продукты врачам и других медицинских учреждений республики. Сегодня мы решили сделать вот такой большой взнос в это большое общее дело. В пользу случаем я хочу поблагодарить всех медицинских работников, всех тех, кто сегодня стоит рядом со всеми теми, кто нуждается в их помощи. В том числе и работников пищеблока, тех, кто готовит и кушает, тем, кто за ними упирает, кто стирает. Всем большое спасибо и низкий поплон. Еще пять муниципалитетов получили помощь от Мафтията Дагестана на общую сумму около полутора миллионов рублей. На этот раз медицинскими приборами и медикаментами для спасения жизни людей пополнились больницы из Бербаша, Цумадинского, Карабудахкинского, Лакского и Кулинского районов. Обо всем по порядку расскажет Хамзанур Магомедов. Аппарат Боброва называется «Мы остро нуждались». Сколько людей вы спасли? Даже вот этот один аппарат, сколько людей это спасет? Вроде небольшой аппарат, вроде недорогой аппарат. Сколько людей это спасет? Пять таких аппаратов, медикаменты и прибор для кварцевания Мафтият передал центральной больницы из Бербаша. По имму этого для врачей благотворительный фонд «Инсам» предоставил 170 продуктовых наборов первой необходимости. Пусть вам Всевышний поможет, тем более, как вы говорите, недавно назначили именно в такой пик. Я представляю, насколько сложная. Очень тяжелая, очень сложная обстановка. Поэтому мы будем всегда рядом. В Карабудахкинском районе была оказана помощь больнице села Гурбуке. Медучреждению передали кислородный концентратор, медикаменты и средства индивидуальной защиты. По имму этого врачей нуждающиеся семьи районов получили около 400 ящиков с продуктами. У него трое детей и сама. Одна живет в одной комнате. У него больше никого дома нет. Там тоже решили зайти чуть-чуть в помощь. Это хватило бы. Много принесли. Много не бывает. Без внимания духовенства не остался и Цумадинский район. Центральная больница в селях Гвали приняла медикаменты на сумму 300 тысяч рублей. Это очень большое значение имеет. Потому что с медикаментами проблемы, там с другими есть проблемы. Но особенно не хватало медикаментов. Вам очень большое спасибо. Представители Муфтьята обошли также магазины. Они погасили в них долги тех людей, которые вынуждены были брать продукты, не имея на это средств. Мы продолжаем эту работу не только лекарствами и продуктами питания будем помогать. Вот призываю всех присоединиться. Помощь от духовенства дошла и до Лакского и Кулинского районов. Центральные районные больницы передали 80 продуктовых наборов, медикаменты и защитные накидки. На общие суммы более 200 тысяч рублей. Сейчас и у нас в Кышке, и в Кулинском районе. Дорогие друзья, земляки, все, кто нам помогают, мы вам очень благодарны. Вы должны знать, что вы стараетесь не только для докторов, но и для наших всех жителей района и нашей республики. Выражаю славу и благодарность Муфтьяту Республики Дагестан и благотворительному фонду ИНИСАН за оказанную помощь. Помощь, она как раз так и кстати. Все нуждаются, все у нас в районе. И больных много, и которые люди не могут покупать лекарства. Еще 600 нуждающихся семей в этих районах получили продуктовую помощь. А долги тех жителей, которые не в силах были погасить их перед магазинами, были выплачены. Муфтьят намерен продолжить оказывать адресную помощь муниципалитетам Дагестана. Мы на самом деле перед вами в долгу. Мы признательны вам, мы благодарны. Тай, Аллах вам здоровья, чтобы вас Аллах сохранил для нас. Хамзанур Магомедов, Халид Ахмаев, Алиасхаб Магомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Дагестан. Муфтьят Дагестана призвал отмечать наступающий праздник Ураза-Байрам дома. В обращении говорится, что ситуация с коронавирусной инфекцией в нашей республике все еще остается сложной. Поэтому духовенство настоятельно рекомендует дагестанцам продолжить соблюдать режим самоизоляции. Несомненно, всем нам хочется провести это торжество, поздравляя и навещая друг друга, как мы привыкли делать в этот благословенный день. К сожалению, при грозе заражения опасным вирусом это невозможно. Ведь эта болезнь уже унесла множество жизней наших братьев и сестер. Муфтьят Республики категорически настаивает и призывает население региона в праздничный день Ураза-Байрам соблюдать режим самоизоляции. Не устраивать пышные торжества с приглашением гостей. Не посещать кладбище. В том числе выезжать для этого в село. А также совершить праздничную молитву и ид-намаз дома. Также убедительная просьба ко всем жителям Дагестана уберечь наших детей от возможного заражения и не отправлять их собирать подарки и сласти. Просим с пониманием отнестись к этому призыву. В Дагестане развернут пункт временного размещения для граждан Азербайджана. Напомним, что около шести сотен граждан не могут до сих пор попасть к себе домой в соседнюю республику из-за закрытия российско-азербайджанской границы. Подробнее расскажет Алина Багилова. Пункт временного размещения развернут в Дагестане сотрудниками МЧС для граждан Азербайджана. Они не могут вернуться на родину из-за закрытия государственных границ на фоне пандемии коронавируса. В настоящее время несколько сотен граждан Азербайджана ждут открытия границы, а пока вынуждены искать временное жилье в Дербенском и Магарамкенском районах. Ранее людей временно размещали в мечетях, гостиницах, на базах отдыха, кого-то приютили жителей сел. В настоящее время на территории региона находится большое количество представителей соседнего государства, которые не могут попасть домой в связи с временным закрытием государственной границы. МЧС уже доставила из Магачкалы в Магарамкенский район оборудование для временного размещения. В работе задействовано около 30 специалистов. Автоколонна Главного управления МЧС России по республике Дагестан доставит из Магачкалы в Магарамкенский район оборудование для пункта временного размещения вместимость до 210 человек. Такое решение о развертывании пункта было принято после обращения главы Дагестана Владимира Васильева для оказания помощи иностранным гражданам в условиях действия пандемии. 14 новых машин закупил Минздрав Дагестана. Это газели класса «Б», оборудованные всем необходимым для спасения жизни. Автомобили уже распределены между медицинскими организациями в районах и городах. Список больниц составляли, исходя из наиболее острой потребности в обновлении автопарка. Ведомстве отмечают, что это не последняя поставка корид скорой помощи в Дагестан. Ожидается также новое поступление. Еще 30 машин централизованно закупает Минпромторг России. С каждым днем все больше звенья в цепочке добрых дел. Неравнодушные дагестанцы помогают больницам с доставкой средств защиты, медикаментов и даже теплых обедов. Каждый старается внести свой вклад в общее дело в борьбе с эпидемией коронавируса. Не остались в стороне и учреждения культуры. Так, театры республики начали шить маски, не театральные. За работой мастерист наблюдала и наша съемочная бригада. Вот уже два месяца, как в Дагестане, отменены все спектакли. В связи с этим работники учреждения культуры направили свою творческую энергию на добрые дела. В пошивочном цеху Аварского театра непривычная атмосфера. Вместо выкроек для ярких костюмов на столах ждут в своей очереди заготовки из белого хлопка для защитных масок. Сегодня здесь трудится заведующая швейным цехом Айшат Абдулмиджидова. Большинство ее коллег немного приболели, поэтому для них безопаснее работать дистанционно. Партию из 500 штук уже изготовили, но на этом останавливаться не собираются. Я решила не остаться в стороне. Вот уже две недели хожу на работу и шью маски. Более 300 масок уже пошито. Правда, я одна, но дали помощницы тоже, заболели. И на дому шьется масок. Вот сегодня принесли тоже. Маски шьют не на продажу. Их передают безвозмездно медикам и волонтерам. Выкроить, обметать, отутюжить, пришить резинку, обработать края. И на выходе готовая маска для тех, кто в ней нуждается. Здесь уверены, что их труд не пропадет даром. Я живу во благо Дагестана, во благо людей. Я желаю им, всем нам здоровья крепкого, кавказского долголетия. Дай Аллах, чтобы все это было позади. Кипит работа и в госансамбле песни и танца «Дагестан». Работы достаточно, всем хватает. Делают акцент не на стиль, а на качество. С 25-го числа мы начали шить маски. Шили мы 600 штук. И, надеюсь, сегодня мы их уже отправим. А куда собрались? В центральную больницу, по-моему, либо в Каспис. Культурная общественность уверена, добрая инициатива поможет медикам хоть немного чувствовать себя защищенными во время борьбы с пандемией. Как только ситуация в регионе нормализуется, коллективы вновь вернутся на сцену и будут дарить зрителям свои лучшие спектакли и концертные программы. Зумруд Гамидова, Мусас Алгиреев, Даут Гасанов, телеканал ННТ «Махачкала». Самарские фронтовики прочли стихотворение Расула Гамзатова о войне. Военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа записали трогательное видео. Строки стихотворения прочли 13 фронтовиков, у чьих домов военные провели персональные мини-парады и концерты к 75-летию. Вы о нас, сыновья, забывать не должны. Все, что мы защищали, и вам защищать. Все, что мы завещали, и вам завещать. Потому что свобода не знает сыны. Вы о нас, сыновья, забывать не должны. Стихотворение нашего прославленного земляка «Сыновья стали старше» из уст ветеранов звучит как призыв. Призыв к тому, чтобы мы помнили историю и никогда не забывали о долге и чести. Будьте долгу верны, добрым думам верны. Таковы новости на сегодня. Будьте здоровы и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова